И начинаем. Ребята, всем привет еще раз. Зовут меня Маша Седавных, я менеджер 15%. Сегодня расскажу вам о том, как я работаю на теплом рынке. Буду рада, если кому-то понадобится то, что я говорю, и кто-то что-то для себя возьмет на вооружение. Все, тогда начинаем. Давайте немножко расскажу сначала о себе. Мне 27 лет, у меня голос немного хрипит, мы простыли все, поэтому не обращайте внимания. Мне 27 лет, я работала продавцом, я работала подсобным рабочим, я работала менеджером, руководителем отдела рекламы. И в феврале этого года я совсем ушла с работы, чтобы заниматься собственным бизнесом. Пробовала себя в разных-разных направлениях. Сейчас остановила свой выбор на компанию Reflame и ни разу еще об этом не пожалела. В Reflame мы работаем с 30 июля этого года. На данный момент мы манеджеры 15%. Так, давайте немножко еще расскажу. Вот сегодня в анонсе говорили о том, что мы сейчас в основном работаем на теплом рынке. На самом деле так было не всегда. Свой путь в компании мы начали именно с холодного рынка и столкнулись рядом с сложностями. Почему работали на холодном? Не каждый человек готов работать со своими знакомыми. Знаете, так страшно иногда бывает, а что обо мне подумают, а что скажут? И в итоге как бы пошли на холодный. С какими сложностями мы столкнулись? С тем, что заявок много, люди идут, люди регистрируются, а роста нет, все стоит. И люди дольше запускаются, и многие люди перестают работать после того, как зарегистрировались, чуть поработали. Найти их сложнее у каждого свое, да, свои там занятия, работы и так далее. Когда сравнили, насколько легче, насколько проще работать на теплом рынке, мы вообще оставили холодный. И вот сравните, да, работа на теплом рынке намного быстрее, рост на теплом рынке намного быстрее. У тебя растут сильные лидеры, сильная команда, дружная команда. И поэтому вот, ребят, сейчас, если честно, мы вообще, ну, как бы, на холодный рынок не идем. Еще вот тоже, да, хотела перед тем, как начну говорить, что конкретно делаем, почему стали работать еще на теплом рынке. Мы работать начали не сразу. Сначала первый каталог вообще сидели, ничего не делали. Смотрели, наблюдали, вот. А потом, вот знаете, так, пазлы сошлись, поняли, что вот именно в нашей компании мы, вверх, поняли, насколько крутая компания Reflame, та, в которой мы работаем. Кто считает так же, поставьте, пожалуйста, плюсики, что у нас крутая компания. Вот, вижу, Катя Ведерникова тоже так считает. Ага, все, пошли плюсики. Мы реально в этом убедились, ребят. Вот знаете, много чего попробовали на самом деле. И вот сейчас понимаем, что мы здесь можем осуществить даже самые свои смелые мечты, даже те вещи, о которых мы мечтать когда-то не могли, мы можем здесь найти, осуществить. И вот у нас возникла как бы вопрос, да, почему мы помогаем менять жизни людей, которых мы не знаем, и не помогаем своим знакомым. И вот в этот момент мы пошли на теплый рынок, мы поняли, что мы можем помочь, рассказав о нашей компании, о том, чем мы занимаемся, мы можем помочь своим знакомым начать жить другой жизнью. Вот почему мы работаем на теплом рынке. Мы не регистрируем просто так ради чего-то, мы вот именно жизнь помогаем менять. Но это мое мнение, это моя политика и мои убеждения. С чего начала работать на теплом рынке я? Еще раз повторю, мне было это очень тяжело делать. Я начала от изменения своей личной страницы ВКонтакте. Я начала... Раньше я никогда не писала посты. Максимум у меня были репосты и фотографии. Первое, что я сделала, это начала писать посты. Они у меня были странные. Вот тут один из первых постов о том, что в моей жизни все перевернулось сверху, с ног на голову. И вот таких постов было несколько. После этого люди начали мне писать, а что у тебя случилось? А что происходит? А что ты делаешь? С чем ты занимаешься? Где ты работаешь? Вот пошли первые люди. Я говорю, все хорошо, давай созвонимся, я тебе все расскажу. Пошли первые регистрации на теплом рынке. Далее. Я разослала сообщение такого содержания. Там, привет, Катюш, я знаю, что мы с тобой давно уже не общались, но я тебе все равно решила написать. Я сейчас работаю дома, и если у тебя есть знакомая, которая... Это может быть интересно, ты дай им, пожалуйста, мои контакты. Но если нет, то нет. То есть, заметьте, пожалуйста, я никому ничего не предлагала. Я никого ни о чем не просила. Я никого никуда не звала. Я была поражена, что у меня из... Ну, примерно из всех ребят, которым я написала сообщение, 80% откликнулись с таким содержанием, что... А ты мне расскажи, а мне тоже интересно. Опять же, выводила их на разговор, и были снова регистрации. Сейчас я уже так не делаю, сейчас я уже напрямую разговариваю и общаюсь со знакомыми своих знакомых, и таким образом работаю. Но вот и начинала я с этого. Теперь давайте уже конкретно по алгоритму. Знакомые знакомыми, но вот сейчас, на данный момент, любую встречу, любой звонок я начинаю с подготовки ко встрече либо к звонку. Это обязательное условие, и я настраиваю своих ребят на то, чтобы они готовились. Это реальные посты моих реальных друзей. Смотрите, если у моей подруги на её личной странице ВКонтакте выложены посты про детей, о том, как хорошо есть с детьми, о том, как она их любит, о том, как их воспитывать, значит, в своей презентации я буду говорить... Ну, во-первых, я делаю вывод, что на первом месте у этого человека семья. Кто это понимает? Что если у неё выложены посты о семье, о детях, значит, у неё это на первом месте. И нужно в презентации этому человеку говорить о том, что ты будешь работать без отрыва от семьи. Нет смысла в данный момент, на мой взгляд, её настраивать на успех, на путешествия. Они ей не так могут быть важны, как то, что она будет рядом с семьёй. Рядышком пост, да? Вот видим его, завтра снова на работу. Если у человека выложен такой пост, скорее всего, ему настолько ужасно чертела его работа, что в презентации мы ему должны говорить о том, что через какое-то время ты уйдёшь с работы и начнёшь жить другой жизнью. Понятно ли я то, о чём говорю? И так по аналогии со всем. Если, например, у человека зарплата... Ну, там, пост о том, что ему денег не хватает, ему смысл о путешествиях говорить, ему его нужно на деньги вздавать. Всё. С подготовкой закончили, поняли, что у человека за мотиваторы. И поехали дальше. Что я дальше... Вот смотрите, да? Я изначально проанализировала страничку, договорилась с человеком на звонок, либо на встречу, и дальше начинается сама презентация. Давайте сразу, ребят, презентация должна у вас от зубов отскакивать. Если вы будете мямлить, если вы будете неуверенно говорить, никто вам не поверит. Поэтому презентацию учим, чтобы она прям, ну, вообще от зубов реально отскакивала. И так, поехали. Что я говорю во время презентации? Я начинаю длинную историю о том, что... как я пришла в этот бизнес, зачем я это делаю. Смотрите, мы работаем в сетевом бизнесе. У многих людей есть... Да, будет запись. Есть такой стереотип, что если ты работаешь в сетевом бизнесе, тебя туда заманили, затащили, уговорили, и беги как-то и побыстрее оттуда. И поэтому вот этот длинный рассказ о себе я делаю для того, чтобы человеку дать понять, что я пришла осознанно, что никто меня не тащил. Итак, поехали. Я начинаю ее с того, что у меня все было хорошо. Что я конкретно говорю? Я говорю, что у меня была стабильная работа, у меня была хорошая зарплата. Давайте там для примера, да, приведу. Как бы в Кирове средняя зарплата составляет... Я из города Кирова. Средняя зарплата составляет 15-25 тысяч рублей. Приблизительно. У меня была зарплата 35-45 на тот момент, когда я работала на городе. У меня была как бы зарплата выше среднего. И когда я об этом человеку говорю, то человек, ну, такой, ну, как бы, да, нормально вроде. Чего тут, вроде, желать-то еще, да, некоторые так рассуждают. Я говорю о том, что у меня были стабильные... Ну, стабильно. И у меня были достаточно серьезные перспективы. Но были вещи, которые меня не устраивали. Вот второй пункт, да, что-то меня не устраивало. Вот здесь важный момент. Когда мы начинаем говорить, что нас не устраивает, берем вот эти, что нас не устраивает, из того, что мы узнали при подготовке ко встрече или к звонку. То есть, если у человека был мотиватор дети, значит, я к своей, вот здесь, в том, что меня не устраивает, говорю, я не устраивала, что я мало вижу с ребенком, что я прихожу домой поздно, что мне хватает времени только на то, чтобы ее там покормить и спать уложить. И таким образом я на больную мозоль человеку наступаю. Если, например, его, если у человека мотиватор успех, я говорю о том, что вот я хотела большего, нежели имела. Понятно? О чем говорим вот в этом пункте, что не устраивало. Помимо этого еще приводим примеры, что нас не устраивает. Но здесь обязательно нужно сказать то, что мы нашли в подготовке. Ага, все, поехали дальше. Дальше. Было все хорошо, было то, что не устраивало, и поэтому я ушла с работы. Я реально ушла с работы. А вы должны говорить, если вы работаете, что я начала искать для себя там какие-то направления новые. Дальше. Я говорю о том, что я попробовала разные виды бизнеса. Зачем я это говорю? Опять же, чтобы создать ощущение, что я попробовала действительно много и альтернатив нет. Что я здесь... Если вы не пробовали, замените слово «пробовали» на слово «изучила». Я изучил это, это и это. Вот здесь у вас у каждого будет своя история. Поехали. Что я лично попробовала? Я попробовала бизнес с Китаем. Я поняла, какие там нужны вложения. Чтобы мне, например, привезти, я уже говорила об этом, коммерческую партию в 10 штук из Китая за 13 тысяч, мне нужно было за 15-18 тысяч заплатить за доставку. А чтобы снизить цену с 1300 до 500, мне нужно было заказать 500 штук товара. Это на полмиллиона рублей. У меня нет таких денег. И у людей, которым вы будете рассказывать, этих денег тоже нет. Соответственно, если хочешь бизнес, нужны вложения. Ну, как бы все. Мне это не подошло. Дальше я говорю, что я работала на фрилансе. Плюс в том, что, да, деньги можно заработать, но постоянно у компьютера. Если не будешь это делать, то и денег не будет. И привожу еще несколько примеров, что я конкретно делала. Так, дальше. Но все было не то. Я рассказываю о плюсах и о минусах. Дальше. Вот здесь я говорю о том, что в этот момент я познакомилась с мужчиной. И, ну, как бы, да, я здесь прокачиваю успешного сетевика, и поэтому вопросов и возражений по поводу, что это сетевой, у меня нет. Что я дальше делаю? Я говорю о том, что я познакомилась с успешным мужчиной, который за год вышел на доход более 100 тысяч рублей в месяц, за год заработал больше миллиона, побывал в нескольких странах, живет в элитном там поселке и свободную жизнь ведет. Я рисую картинку. Это очень важно сделать. Мы возвышаем таким образом сетевой бизнес. Я говорю, человек работает в сетевом бизнесе. Я сразу ему об этом говорю. И говорю, я посмотрела на его страничку и увидела, да, что он занимается бизнесом, который больше остается с женским бизнесом, компания больше остается с женским бизнесом. Он мужчина, и тем не менее достиг результата. И я подумала, почему я так не могу? Все это я рассказываю своему потенциальному партнеру. Мужчина, да, в женской компании. Вот. И дальше я готовлю человека к Арифлейн. Я говорю, я тебе сейчас название компании скажу, ты только, пожалуйста, выводов сразу не делай, потому что с компанией связаны определенные стереотипы. Хорошо? Человек мне говорит, хорошо. Я его подготовила и говорю, я партнер компании Арифлейн. Вот только в этот момент я озвучиваю название компании. Делаю паузу и тут же продолжаю. Сейчас я буду, я говорю, и ты наверняка сейчас представил, что я за всеми своими знакомыми, как сумасшедшая, бегаю с каталогами, со словами купи-купи-купи-купи. Купи мне тушь, купи мне крем. У нас снова пудра появилась, которая прекрасно удаляет мешки под глазами. Человек в этот момент смеется. То есть здесь я не жду, когда мне человек это возражение кинет. Я за него проговариваю его страхи. Человек говорит, да, я именно это и представил. Кому так говорили, что, ну да, я себе такое представляю. Ну, у кого знакомые так же представляют себе работу в компании Reflame? Мои знакомые многие так представляют. Соответственно, я не дожидаюсь его, я сразу об этом говорю. И здесь очень важно абстрагироваться от такого образа, который создан был, да, от некого стереотипа. Стереотипов очень много в голове. Я говорю, ну, это все прошлый век. Я так не работаю. И со своими знакомыми я не бегаю с каталогами. Я, ну, как бы, мы работаем по-другому. В чем, я говорю, два самых главных отличия старого Reflame от нового. Первое отличие. Не сам продаю, а команду строю. И поясняю, что вот смотри, у меня есть знакомая, которая работает в старой школе Reflame. Она получила каталог в руки. И она по всем своим знакомым пошла продавать косметику. Я так не работаю. Ну, вот, ну, сколько она может... Она работает на разнице между оптом и розницей. Это ее путь. Это, ну, как бы, ее это устраивает. Пожалуйста, это, да, имеет место быть, но я работаю по-другому. Соответственно, ну, вот, сколько она продаст сама в косметике? Ну, на 15. Сразу называйте большие цифры. Не говорите о пяти тысячах. Ну, на 20 она продаст сама. Ну, на 30. Ну, на 50 сама продаст. Ну, на 300. На 500. На 900 тысяч рублей она никогда не продаст. Согласен, человек говорит? Согласен. Вот у нас другой вариант. Смотри. Представь, все в команде тысячи партнеров. Каждый из твоих тысячи партнеров купил себе шампунь, мыло и гель для душа. Потратил на это 300 рублей. 300 рублей посильная сумма. Ну, как бы, да, нормальная, адекватная. Вот. У тебя получился огромный товарооборот в 300 тысяч рублей за то, что каждый из твоих партнеров просто помылся. А если это директорский товарооборот, это зарплата в 30-40 тысяч рублей, это премия, это приглашение на банкет и так далее. За то, что все твои партнеры просто помылись. А если кто-то из твоих партнеров не только моется, но и красится, то это уже другой совершенно товарооборот. И резюмирую. Еще раз, давай. Не сам продаю, а команду строю. Второе важное, говорю, отличие старого Арифлейма от нового Арифлейма. В старой школе Арифлейма работали по принципу солнышка или ромашки. То есть, вот смотри, да, вот есть консультант, он каждого нового партнера дикстрирует под себя. И получается вот такое солнышко с лучиками, да? Представил? Ну да, представил. Вот смотри, я работала руководителем. Нормы управляемости у человека 5-7 человек. Если партнеров там 20-30, это уже сложно. И поэтому тут одна веточка отвалится, вторая веточка отвалится. И поэтому команда не так быстро растет, как могла бы расти. Мы работаем не по принципу ромашки или солнышка, а по принципу морковки. Человек в этот момент тоже почему-то смеется, не знаю почему. Опять разрядили обстановку немножко. Вот. И объясняю. То есть, говорю, каждого нового партнера мы регистрируем от последнего новичка. Смотри. Например, я зарегистрировала тебя. Вот эту фразу обязательно произносим. То есть, мы сразу говорим человеку, что я тебя зарегистрировала. Он уже как бы мысленно представил себя партнером. Следующий вопрос. Вот ты еще ничего не знаешь, ты еще ничего не умеешь. А у меня-то процесс регистрации продолжается. Моя команда точно так же работает на общий результат. Соответственно, следующего своего партнера я регистрирую под тебя. Следующего под твоего новичка. Следующего под последнего новичка. И все ниже, ниже, ниже и ниже. Понимаешь? Человек говорит, да, понимаю. Таким образом, команда растет быстро. И таким образом партнеров становится много. Вот, говорю, два самых главных отличия. Не сам продаю, а команду строю. И не ромашка, а морковка. Дальше я возвышаю Арифлейм. Если вы будете говорить о том, что, ну, вот там эта компания. Надо мощно прокачать бренд. И мы возвышаем. Я говорю, вот еще, смотри, да. Я в Арифлейм, говорю, пришла осознанно. Я до нее досрела, до нее доросла. Я поняла, что, как бы, вот сейчас альтернатив этого бизнеса нет. Понимаешь? Вот смотри, да, как бы, я побывала и на стороне наемного рабочего, и на стороне предпринимателя. Вот здесь, как бы, здесь убраны все минусы наемной работы. Нет начальников, нет будильников, нет, там, чего еще, нет дороги на работу с работы. Ты работаешь туда сколько хочешь, ты работаешь тогда, когда хочешь. И здесь убраны все минусы предпринимательства. Тебе не надо нанимать персонал, тебе не надо думать о бухгалтерии, тебе не надо, ну, как бы, всего этого нет. За тебя все решила компания, только работа. Понимаешь? И человек говорит, да, здесь, как бы, ну, все, как бы, все для тебя создано. И смотри, говорю, вот на данный момент ситуация такова, что если я вот еще 6 недель поработаю, то я реально еду на банкет за счет компании в следующем году и забираю путевку в Болгарию. Как бы, тут не надо в нюансы вдаваться 6-8 недель, как бы. Ему надо понять, что вот скоро я уже вот это вот все заберу. И таким образом у человека создается в голове, ну, реально какое-то другое ощущение компании Арифлей. Вот. Ну, и еще вот тоже важный момент. В завершение уже завершаем встречу. Да, мы здесь. Мы создаем ценность своей компании и говорим, что, ну, как бы, здесь важно показать, что я не хочу, ну, как бы, я тебя звать не буду. Я, со мной ничего не случится, если ты откажешься. Здесь важно дать человеку понять, что если ты ко мне не пойдешь, то потеряешь ты, а не я. Я, как бы, говорю, вот, в принципе, все, смотри, я работаю только с теми людьми, которым это надо. Я никого не тащу, я никого не зову. Я буду работать только с теми, кто вот реально сейчас устал от жизни, кто хочет другой, ну, как бы, других заработков, кто хочет путешествий, кто хочет, нет, кто устал отпрашиваться у начальника на больничный с ребенком. Поэтому, если ты, как бы, готов пробовать, то давай, если нет, ну, как бы, нет. Ты мне, вот, я тебе сейчас, в принципе, все рассказала, ты дай мне обратную связь. Вот здесь, как бы, такая неловкая пауза может возникнуть, да, вот ты ему сказал и молчание. Вот, я говорю, ты мне дай обратную связь какую-нибудь, вот, что сам думаешь. Вот, ну, и человек, вот здесь, как бы, дальше три варианта возможных ответов этого человека. В основном, примерно 8 из 10 скажут тебе, я готов, давай попробую. Вот, при том, что, смотрите, я еще не сказала ничего про товарооборот, я вообще ничего по сути не рассказала, я просто рассказала о том, как я пришла и почему. Если человек говорит, я готов, что я здесь делаю? Я спокойно говорю, я там не хлопаю в ладоши, ой, как здорово, здорово. Я говорю, все нормально, давай, сейчас тогда регистрируемся. Я всегда говорю, ребят, вот здесь тоже многие почему-то вот этого боятся, я на холодном рынке это поняла. Я говорю, что, смотри, регистрация в компании возможна только с паспортными данными. Соответственно, почему? Потому что наша работа так или иначе связана с получением товара. Чтобы у тебя твой заказ никто никуда не ушел, выдача будет по паспорту. Поэтому обязательно с паспортными данными, паспорт в серии, номер. Это нормально, не пугайся. Давай, сейчас регистрируемся. После этого проходим трехступенчатое обучение. Разделал новичок, там примерно полтора-два часа работы. Дальше 30-минутное видео, после которого созваниваемся, определяемся с путем развития. И дальше раздел партнер, там уже работы побольше, часа там на 4-5. Хорошо, хорошо, все, давай тогда данные твои жду и начинаем работать. Если человек говорит, ну давай, я подумаю и как бы тебе дам ответ. Я говорю, ну окей, думай сколько хочешь. Единственное, что я тебе предлагаю, давай я тебя зарегистрирую. Почему? Потому что в компании как бы предусмотрен так называемый демо-режим. То есть я тебя регистрирую, тебя это ни к чему не обязывает. Если у тебя будет два месяца, посмотришь, подумаешь. Я тебя регистрирую, у тебя команда начинает потихоньку растить. Ты еще ничего не делаешь, ничего не заказываешь, никого не зовешь. Вертишь головой тут во все стороны, как птенчик, который только что вылупился из яйца. Вот. У тебя команда растет. Надумаешь работать? У тебя уже будет команда. Не надумаешь, ну не мое скажешь, ну не хочу. Твой номер через два месяца удалится. Что ты теряешь? Вот. Ну как бы и все. Человек тоже здесь обычно регистрируется. И есть еще такое, знаете, слово, ну понятно. И не знаешь, что как бы про него, что тут сказать на это понятно. Вот. И здесь уже как бы скорее человек тебе скажет нет, чем скажет да. Я тут тоже стараюсь все точки расставить. И я говорю, вот там, например, Катюш, смотри, понятно, что тебе понятно. Давай как бы, вот ты приходишь в магазин, ты смотришь на какое-нибудь платье. Ты уже на 70% понимаешь с первого взгляда, купишь его или не купишь. Вот давай, ну сейчас вот честно. Я тебе все рассказала, ты мне дай честный ответ как бы. Да, нет, ну нет, так нет, никому ведь тут никто не обязан. Чтобы ни я свое время не тратила, ни ты. И человек тебе как бы сразу либо возражение отдаст, которое надо отработать просто. Он скажет, ну вот я сомневаюсь, мне как бы тут. И туда отрабатываем сомнения. Либо он скажет, ну нет, это не мое. Но это не мое, можно тоже здесь как бы попробовать отработать и сказать, ну вот давай вот, ладно, я тебя что-то тащить ведь не буду. Ты мне только скажи, вот ты через год, во сколько увеличится раз твой доход? Он тут, ну, замнется, наверное, да. Ну, у меня нет таких ситуаций, но вот я бы так поговорила. Вот. Во сколько раз увеличится твой доход? Он что-нибудь там скажет. Ну, хорошо, сколько стран ты посетишь за следующий год? Одну, две. Вот я знаю, что я увеличу свой доход в несколько раз и несколько стран посещу. Ну, как бы вот, поэтому я здесь. Если ты к этому не готов, ну, не готов, не готов. Давай, твои, мои контакты у тебя есть, что-то поменяется, пиши. Всё, я как бы оборвала сразу. Это лично мой подход, я не говорю, что так надо делать. Я так делаю. Вот. Ну и всё, как бы, то есть мы сейчас здесь либо человека регистрируем, либо с ним прощаемся, либо всё. Вот. И в заключение вот хочу сказать о том, что, ребят, говорить надо уверенным тоном. Презентация должна быть прописана и выучена. Без этого не будет регистрации. Говорить надо эмоционально, живо, с уверенностью. Если вы не горите, вы как хотите зажечь своего знакомого? Если у вас сомнения, о чём мы вообще говорим? У него тоже будут сомнения. Вот я ни на минуту не сомневаюсь, что у нас компания реально крутая, и мы здесь добьёмся результата. И вот тоже я даю всегда человеку понять, что если он не станет со мной работать, ну, как бы мой мир не рухнет, он себе откажет, а не мне. Вот это, наверное, вот три таких вот важных момента. И вот, наверное, всё. Желаю вам всем удачных встреч. Как можно больше результата, результата, ой, фу, регистрации по тёплому рынку. Команда будет сильная. Если, так, 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 если вопросы какие-нибудь, там был вопрос про то, что сколько регистраций по тёплому рынку, ну, я говорю, из десяти восемь регистраций примерно, если брать вот статистику какую-то. Вот всё. Всем спасибо. Если вопросов больше нет, тогда пока! Субтитры сделал DimaTorzok